Как обеспечивается национальная безопасность и как произошло крушение Боинга на Донбассе? Обо всем этом сегодня в Умане студенты смогли расспросить лидера движения «Справедливость» бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко. О чем еще говорили в нашем материале? С утра в Уманском университете садоводства, как обычно, лекции. После студенты отправились на встречу с лидером движения «Справедливость» Валентином Наливайченко. Говорили о национальной безопасности Украины и результатах расследования сбитого малазийского Боинга. Наливайченко называет это терактом и призывает привлечь к ответственности виновных. Это стало 17 липня, и теракт был совершен российским воинским экипажем, который был присылан российским командованием Украины Агрессора через незаконно перетнувший украинско-российский кордон в Донецкую область. Я и далее сам продолжу, и вас закликаю точно в соцмережах и в суде поддерживать найголовнейшее, как найскорейшее створение в Нидерландах специального суда. Когда накажут виновных, главный вопрос, который задавали студенты после встречи. Лекцию слушали внимательно, ведь это расследование знаковое для Украины. Побывал политики на тепличном комбинате. Его сотрудники зарабатывают здесь в среднем 10 тысяч гривен за сезон. Для Умани деньги немалые, поэтому люди своими рабочими местами дорожат. В прошлом году в местный бюджет комбинат перечислил 28,5 миллионов гривен налогов. Валентин Наливайченко уверен, экономика страны напрямую зависит от успешных предприятий. А чтобы они могли развиваться, нужна поддержка государства. Мы видим, что европейские условия имеют сертификаты европейские. Настал час, чтобы украинская власть поддержала производителей контрактами, польговыми условиями оподаткования, логистичными преференциями, для того, чтобы сбывать эту продукцию было выгоднее украинским предприятиям. Создавая комфортные условия для развития, украинские производители могут спокойно конкурировать с европейскими. А значит, получать прибыль и обеспечивать украинцев рабочими местами. Екатерина Срывкова, Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Черкасская область.